Ребята, прибежала за камерой, прикол вам сейчас покажу. Сварила пельмени, говорю, вернее, сварила пельмени, зашла звать Колю, что увидела, сейчас будете ржать вместе со мной. Намазалась опять своим кремом, поэтому вся блестящая такая вот блестящая. Такое утром побегала и вон уши уже сгорела, красная как у рака. Прикол посмотрите. Ну это понятно, это купается, уже всю воду выбрезала. Вон, смотрите, вы это видите, оно жара невыносимая. Что, зая, ты придумал себе способ, как собирать? Лайфхак. Девочки, мальчики, лайфхак, как собирать. Это, ой, господи, смородина, что же он там собирается, крыжовник. Ну да, такая жара, я же говорю, у него сама голова кружится. Вот такая земля сухая, да? Чтоб в нее засунуть. О, пожалуйста. Вон, себе сделал такую штуку и вперед из песни. Красота. Да? Зря сделал, пошли, зайка. Чего? Куда пошли? Кушать. Как кушать? Ну, обычно кушать. Ты же только начал собирать ее, что ли? Да. Что, серьезно? Да, то, что я, короче, что делал, блин, ел. Представляете, мне зайка отправила собрать крыжовник. Это вообще можно было до такого додуматься? Вот этого паразита отправить собрать крыжовник. Я же его хаваю, сижу. Я тебя просила на компот собрать, Коль, а не кушать. Я его просто сижу и жру. А, и для комфорта еще и зонтик приторманил, да? Да. Коля, блин. Ну, это свинство, у меня уже две кастрюли закипело. Боже, ты вкусный. Ну, а что теперь делать? Я думаю, мы покушаем, закатаем. Если одеваешься, дивись, он целая миска. Ну, то мало. Что мало? И такая же миска вон этого. А, ты смородину? Ты собрал ее всю? Да. И вот там в кустиках собрал? Как их? Ай-пи. Пи-пи. Пи-пи. Коля. У меня нога. Я всегда товарищи ногу черщусь под это. Подвернул, ударил, не подвернул, ударил. Вчера у Коля вообще день был не из лучих. Вот, смотрите, видите, свежая мелисса у меня. Хоть мне и пишут, что это какая же это мелиса, это не мелиса. Ну, твой зонт упал, заян. О, ты что? Твой лайфхак упал. Упал? Да. Не знаю. Смотри. А вот там вот в кустах собрал, да? Между двумя вишнями. Там еще есть? Ха-ха-ха. Я не знал. Ты посмотри, какая миска. Ты что, издеваешься? Я знаю, знаю. Молодец. Сука собрал, блин. Молодец, молодец. Три дня и три ночи, блин. Бежи, зонт закрой и пошли. Слышишь, по дороге сорви этот пучок мелисы вот этой. Какой? А я в компот ее добавлю. Ладно. Что такое мелиска? Ой, господи. Зайка носится. Но этот красивый не буду трогать. Все возьму здесь. О, это тоже она. Не эту добавлю. Не мяту, как обычно. А еще собирать надо будет? Кого? Конечно, надо будет. Оставляй, да. Вот здесь норма. Боже, какая это прелесть. Это так пахнет. Оно пахнет лимоном и мятой. Ну, это просто обалденная штука. Вот здесь вот. А ну-ка, возьми миски. Я тут буря, буря. А тут, смотрите, какой щавель поднялся. По щавлю только не ходи. Я сама пошла по щавлю. Не, я обошла. Вот это уже надо выковырять эти цветы. Вот здесь вот. А, не, я же не знал, что здесь кусь есть. Есть. Ну, ты теперь будешь знать. Не, ну, посмотри, может, там я его оббирала уже. Может, там чуть-чуть еще что-то осталось. Да, есть там дохера. Да? Да. Вот это с двух кустов-то, подиви, сколько. Да. Это у нас второй год они здесь. Вот, чекает. Они маленькие вообще кусь. Ты же вот это все собрал. И вот это. Тут собрал, да. Раз, два. Ладно, это-то потом хватит мне сейчас на бутылечек. Погнали домой. Ты что зашла? Оно вышло быстро. Быстро вышло. Сейчас кому-то дым по жопе. Зараза, мне так голова кружится. Я тебя сфередать не могу. Давай, 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 давай. О, цветы какие красивые, да? Вот, Коля, как ехать будет в этот, я не понимаю. Как в город будет ехать? Ехать, это же не идти. Мне главное не вставать на неровное. Когда я вставлю неровно, вот тогда проблема. Ну, на бок. Я понял. Забил ногу вчера. Неудачно встал на одну ногу и второй стукнулся. Да, второй, короче, на вторую прыгнул, как бы, на опору. Усю, тут еще куст еж-то обобрать надо будет. И малину уж надо было собрать. Ну, ладно, пошли, короче, позавтракаем. А потом все остальные дела. Потому что я это. Потому что я очень есть хочу. Мне так хочется есть, что голова кружится. Боже, смотрите, только сорвала, она сразу моментом повряла. Хро, хро, хро. Копать, свинка. Свинка полосатая. Зай, надо записать в городе, купить сетку для огурцов. Вот, для тех. И маркер, чтобы банки подписать. Надо банки уже выносить в этот, в погреб. Какой для плитки? Мне для банок надо. Скажи, о, мне для плитки надо. Понятно, что тебе для плитки надо? Да, мне для банок, тогда два маркера записывай. Давай, а у меня еще, ну, смотрите, сколько кабачков. Ёшкин кот. Все, садимся мы кушать. Я же, может быть, покушаю, не так будет, голова кружится. Ну, давайте-то с перцем. Я немножко уксуса добавляла. Ну, давай, если что. Я все добавила, но кто его знает. В общем, вот такой получается. Супчик тут я добавила, типа, сливок такое. Маслечко добавила. В общем, получается вот такой вот он. Насыщенный, вкусный пельменевый супчик. Оле, в принципе, то же самое. Просто хлебушек. Вот. Чего-то хочется такого. Я даже свеклу вчера отварила. Я хочу попробовать этот холодник сделать, как мне Вадимка из Белоруссии присылал мне. Уже несколько раз присылал и говорит, Оля, ну-ка, дашь ты попробуешь. Вадимка, попробуй обязательно. Я уже даже свеклу сварила. Поэтому даже я вчера умудрилась спалить немножко. Но это дело такое. Поэтому, наверное, может быть, сегодня, может, к вечеру, туда, может, и завтра. Ну, посмотрим. В общем, хочется мне эту штуку попробовать. Тем более, там, по белорусскому рецепту, все как полагается. Вот. Что это такое? Потому что окрошку мы знаем, что это такое. А холодник как-то нет. Хотя я свеклу очень люблю. Прямо так. Очень-очень. И она полезна для желудочка. И полезна для крови. Она чистит кровь. Так, все. Всем приятного аппетита. Кто кушает замечательно с нами. Или под нас. Так, ребята, все. Мы тут молодцы. Ой. Вот как интересно будет мое отражение. В полных будет, когда уже... Ну, в общем, надо дальше спать. Я давай за тебя стану. Так, ребята. Все, тут мы молодцы. В общем, это самое. Сделали ассортишки. Тут и смородина, и как он называется. А сейчас покажем, когда зальем, оно покажет. И крыжовник, и вон там еще Коля малинки насобирал. Вот. И сейчас тут еще с малиночкой будет. Так что вот такие молодцы. А мясо я еще не заделала. Сейчас будет только заделывать. Видишь, порезать надо тебе, да? Ну да. Он так вот просто заливается. Вот такая грязная получала. Моится получала. Самый классный компот. Я же говорю, другого и пробовать не стоит. Считайте, представляете, все вот эти витамины, которые содержатся в ягодках, они остаются в баночке. Потому что вы, считайте, не даете... Ну, не проварку не даете. И вот там красота. Я тут мяту добавила. Вот плавает. Будет вкусненько будет с таким свежим... Со свежей ноткой мяты. Ох, так, ребятки. Угадайте, что у нас. А у нас, а у нас... А у нас огурцы. Ой, зайка решила пару баночек еще огурчиков закатать. А ты да, что-то у меня огурцы в этом году, конечно. Ой, знаете, с чем у нас будет мясо? С крыжовником. А я, короче, хочу сейчас быстренько сеточку здесь прицепить. Да, ну, блин, ее цеплять всегда нифига. Я никак не могу прицепить. Чтобы уже эти кабаны засолить. Нифига делать, я бы вообще малосольненького сейчас был. Как хроманул. Ну, давай я кабанов засолю туда. Давай. Конечно, малосольные лучше такие солить. И такие, и такие солить. И такие, и такие, все солить, да? Да. Может, тут даже две банки поднучатся. Ну, давай, посмотрите. Детроу принеси мне еще одну. Ну, что, Николай, сидите. Сидите, он, видите, штука натянула. Очень увлекательное занятие. Это у нас трос. А я вам вообще против солнца его видно? Господи, на солнце выхожу, голова сразу кружится. Вот трос, видите, такой вот. Жесть, просто жесть. Сидит, нанизывает. А ты эту сторону нанизал, да, уже? Да, 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 уже готово. И как в прошлом году мы вот здесь вот натянем, чтобы вот здесь, по крайней мере, не было этого солнца, потому что, ну, просто невыносимо. Самое... Оно журеет бетон, стены. Да. И эта вся жара, она же сразу же... В доме сразу же, блин, это просто невыносимо. Поэтому нужно, конечно же, затенять, как в прошлом году. Мне Ева, Боня вчера провинилась. Знаете, что она сделала? Засранка. Она бегала, гулялась, гулялась тут с бабой Евой. И как шлёкнулись мне на этот цветок. Короче, вывернули мне этот полностью цветок. Сломали частично его. В общем, короче, пообламывали мне. Видите, вот тут еле держится. Вот это еле держится. Ну, оно как-то держится. Но это ещё вроде бы... Хотя тоже вон сломано. Сломано, сломано. Вот такие молодцы они у меня. Видите, помощницы. Две помощницы. Одна старая уже, а другая молода. Бегут, одна вечно спотыкается, а вторая летит не пойми куда. Летит, даже не видит, куда она летит. Да? Так, у меня спрашивали за Бонику. Чуть-чуть легче ей стало. Но молоко у неё почему-то не перегорает. Что-то мы как-то, да? Фу, дай тебе в тенёчек, не могу я. Заходи сюда, падай. Что ты шо? Это я падать не хочу. У меня же там надо второй раз огурцы заливать. Короче, вообще кошмар. Это просто ужас. Нет, сегодня что там у нас оно? Я не знаю, но сегодня какая-то... В тени 32. В тени 32 это солнце уже повернулось. Но дело в том, что такая какая-то сухая жара. Знаете, бывает такая вроде жарко, но как-то ещё более-менее. А это прям какая-то сухая жара. Прям дышать нечем. Коля вон машину выгнал на улицу. Стоит она за забором, там под этими, под деревьями. Потому что нереально. Нереально, если она здесь вот постоит и нагреется. Но сейчас чуть солнышко, видите, поворачивается, уже легче. Но всё равно, если она нагревается, это просто жесть. Одним словом жесть. Я помню, когда мы иногда ещё ехали, я же руку обожгла себе. Это же ужас. Что ты там уже у собак в миске колешь? Что ты ему уже накидал? Миску надо помыть. Господи, такая стрёмная уже. В общем, короче, вот такие вот дела. Всё, пошла я дальше заниматься огурцами. Вы гляньте на эту красоту, где красота нашла себе место. Трёшечка, ты тут нашла себе место, красота ты. Ой, красота. Скажи, зачем меня разбудила? Зачем меня разбудила? Вот так вот кошка спит. Тут, кстати, из-за того, что мы здесь завешиваем, тут, ну, не так жарко сейчас, солнце уже немножко отвернулось, то я развесила вообще. Завешиваем, и оно хоть немножечко не так жарко. Это окно завешено, вот, и это завешено. Но это у нас постоянно завешено, потому что эта маскировка каждый раз его открывать, закрывать не хочется. И отсюда вот как бы идёт ветерочек, и туда как-то оно всё. Да, эта красота нашла себе место. Звёздочка. Не знаю, здесь лучше, потому что у нас там в доме вообще... Что такое? Что, мур? Ой, ой, потягульки, потягульки, растульки. Так, вот они. Два бутля. Ну, две банки. А, горячо. С огурчиками вот такие вот. Ну, что, много, видите, пока мяса нету, огурцы. Ну, много и на салат, конечно, но на салат ещё куда-нибудь. Вот так вот заделала. Сейчас эту воду солью, залью новую, и будет несчастье. Осталось немного, вон, этого, ну, как немного. Нормально. Такая вот миска. Чёрной смородины я её сейчас поставлю, буду варить с неё варенишком. Классно от всех болячек, от всего, пожалуйста, зимой вообще самое то в чай добавлять. Так, ребята, а здесь сделала ассорти. Это у меня малинка, вот, и тут и крыжовник, и немного шелковицы. Всё это, вон, сахаром пересыпала. И сейчас всё это дело поставлю, проварю. Здесь остались вот такие кабаны. Сейчас возьму их и тоже сделаю, как типа малосольными. Засолю, да, и будет. Будет нам счастье. Будет вкусненько. Я сейчас пойду бутылёк найду какой-нибудь. Так, огурчики уже последний раз сейчас зальём, уже тут они с уксусом. Вот такие. А здесь у нас закладываются вкусные-привкусные огурчики. Не захотела бутылёчек. Вот так вот. Ведёрочка заложим. Раз-два. Положим, закладём, накладём, покладём. Накладём полный ведро. Короче, ну, всё по стандарту. Все знают, как это делается. Никто не знает, объясняю. Значит, на низ побольше зелени. Вот. Чеснока. Кто не знает, видео на канале Николая Шаповалова. А, ну, есть, да, видео на канале Николая Шаповалова в море. С этими квашенными огурцами. Вот. Значит, вот такая зелень. Чем больше всякой зелени, тем лучше. Смотрите, листья от смородины, они ароматные, обалденные. Щерица, я уже говорила, щерица кладётся, дабы избежать плесневения вот этих огурцов и всего остального. В общем, посмотрите видео, пожалуйста, на канале Николая Шаповалова. Его море. Вы можете в гугле... Да, в гугле пишите. Огурцы Шаповалов. И всё. И вам выпадают все наши рецепты огурцов. Значит, маринованные, там тоже есть два рецепта маринованных, именно обычным рассолом. Вот. Есть именно квашеные, квашеные под железную крышку. Коля сегодня занимается. Вот этим всем делаем. Я кирую больше. Ну, там хожу такой, помогаю. Потому что я шарю больше. Да. Потому что канал Николая Шаповалова. Я так хожу и снимаю. Да. У меня просто нельзя сегодня, поэтому занимается он. Всё. Вот это сверху накладывай. И один литр, две столовые ложки соли. Всё. Каменный. Я знаю. Я знаю, я знаю. Ну, кто ж? Кто ж творец? Творец. И гнёт надо будет туда тоже. Ой, капец. Её сначала надо было обстричь в этот... Что несчастье? Надо было сначала её обстричь ножницами. Да, скажи. Что вы со мной делаете? Что вы делаете со мной? Баба Люба. Бежи, спасай свою любимую бабу Джейсю. Портят, портят шкуру. Шкуру портят. Шубу всю. Испортили абсолютно. Всю шубку испортили. Ну, что делаете? Что делаете? Не, она не дёргает. Не, нормально. Ей чухается она это самое. Даже ей нравится, понял? Тоже. Несчастье. Это жерстка нежная. Это купец какой-то. Не такое же это простое занятие. Слушай, вот что, денег куча берут за это. Когда в салонах стригут собак. Это же сдуреть можно, извините меня. Вот такой, блин, лохматый коврик. Извесь и стричь. Что, скажи, боже мой, издеваются над собакой. То пелесосят, то стригут. Кошмар какой-то. Заберите меня скорее же. Пишите все в общество защиты животных. Скорее, скорее. Шубу всю есть. Лохматили мне. Обстригли. Издеваются пылесосом. Постоянно. Кстати, она к пылесосу привыкла. Мама говорит, как вы ее пылесосите? Она же от пылесоса текает. Никуда она не текает уже. Товранча затекала. Да. Тут нет вариантов, короче. Ну, первый раз она попробовала, что это такое. Поняла, что оно даже легче. Короче, давай сначала в душ. Что, пойдем твою шкурку стирать? Потому что сначала в душ, тогда у нас будут волосы хорошие. Шалковистые такие. Он такой шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Будет легко. А то вообще у нее, короче, такое что-то творится. А потому что она что, она берет, он очухается. Поиздевался Короче, она сначала купать Собираю эту шерсть Надо, чтобы ее купать, надо для длинношерстых Собак взять шампунь Сейчас поедем в город, купим шампунь ей Потому что у нас это короткошерстых А потом пострижем И еще издеваться будете в ванной с меня Кошмар Надеюсь, уши обрезать не будете? Будем Не надо уши За хер какие-то такие длинные уши Скажи, чтобы на них кашу собирать У нее же видите На ушах тоже длиннючая шерсть И получается из этой длиннючей шерсти Она все время их макает в миску Я иногда вспоминаю, что ей надо уши заколоть А иногда не вспоминаю Потому что у нее уши в каше Просто обстричь ей надо Смотри, спряталась за миску Лохматье, да Лохматье надо у нее сострить с ушей Скажи, спасайте скорее же собаку Скорее же спасайте собаку Пока есть возможность, кричу, всем кричу Меня никто не слышит Жесть Ну что скажи, жарко тебе, да девка Жарко скажи Что делать? Вот это ж надо было родиться с такой шерстью Нашли мы шампунь Вон, шампунь у нас, оказывается, есть для нее Для нее Вот мы ее и молим Смотри на ее глаза Скажи, скажи, скажи Скажи, скажи Скажи, скажи Хорошо же будет ее скинку Правильно? Скажи, не знаю, как будет Но глаза у нее такие, знаешь, смотрящие вдаль Стоит и керпит Если ваша благо, что вы Если я такая спокойная, да? Я так бы покусала, покусала, покусала Спокойно стоит, керпит, а что делать? А, это вот эта бородалка, да, чешет вами? Нет А, фиганин, смотри Ну тут оба без бородалка, фиганин А когда пока выключим, слушай У нас опять сиренная там Аккуратнее, пожалуйста, массируйте мне зад Что вы, что вы, аккуратнее, аккуратнее Капец, слушай, она вахматная, а я фиганин Да Жесть Как это все вымыть вообще Аккуратнее Аккуратнее Да он у них сухой, блин Надо ей сначала его намочить Да намочи уже ж Сухой, это так кажется, что он сухой Жесть Жесть Давай, стыркать Коля на любимое занятие Обожаю собак, купать я, да Это они такие лохматые Все Процесс купания завершен Да, от наших столько шерсти, конечно, нету Это капец У него, ну, кисточки Посмотрите на эту ногу Это прямо как, я не знаю, у динозавра Да, не, какой динозавр Это, узнаешь, кури вот эти есть Как они называются Такие с волосатыми ногами Это капец какой-то Она на шее висит Ноги поднял Да Висит на шее Капец Называется, ну раз устроили банный день, да И придется нам потом ванну вымывать Уже раз вымывать, то все курины вымывать Да, да уже всех помоем Ну Сядь, сядь, сядь Сядь, не балуйся Сядь Сиди, сиди, молодец Сиди Когти выставила Боник Все, первый пошел Все, какая красота Ой, какая красота, красотища Красоти Ой, так не падай, аккуратно Красотища, красота Ой, жучка Беги вон на травку, на травку беги Вот сюда, да, вот тут на травку беги Ой, вот, хорошо Вот, хорошо Спасибо, спасибо вам Пошли, баба Ева Ева, идем купаться? Пошли Жучка, пошли Ты у нас грязная, старая, пошли Будем полоскаться Ёшкин кот Боже мой Она же тяжелючая Стой, стой Стой, стой Стой, стой Ступенек ее спусти Аккуратно У нее там нога запуталась О, о, о Все Ой, сколько мы лет, да Купаемся И никак привыкнуть не можем С Евой купаться Все мокрые Просто все мокрые Все, сейчас лег Боня, аккуратно Бежи гуляйся, бежи Вот туда бежи Бежи Бежи, бежи На солнышко гуляйся Иди вот сюда на солнышко Иди Вот здесь вот гуляйся Да, вот так Хорошо Хорошо Отлично Все, ты уже покупалась Больше Боняка Все, это одноразовая процедура Все, гуляйся Вытирайся об травку Бегай Побежала в другую сторону Заходить Все, папа там закрыл, да? Все, ребята Мы собрались Оп Нам надо съездить в город Мамину кошку покормить Все, ребята Появился дизель Наконец-то И у нас в городе появился дизель Жарко Что просто-напросто Ты не то, что ты задыхаешься Делали Капитально Да, они делали капитально Пока не началось вот это все Что вы, что вы А что мы Жили как люди Субтитры сделал DimaTorzok